Всем привет! С вами снова новости БНРУ. Погнали! К новостям! Сверхъестественные вещи происходят на стыке Петербурга и Ленобласти в районе Кудрово. На месте соединения улицы Деменко, проспекта Солидарности и Ленинградской улицы, где ежедневно собираются пробки, неизвестные строители расширили бутылочное горлышко. При этом власти о работах не слышали и разрешений не выдавали. Они в курсе, ребят! А беспокоенные жители городка пишут в социальных сетях, что нигде нет информации, кто и что делает, зато все говорят, что никто ничего не согласовывал. Если учитывать, что работы шли со стороны Петербурга, то ордер на работы должна была выдать Государственная административная техническая инспекция, сокращенно ГАТИ, не путать с ГОТИКой. Однако документ отсутствует, по крайней мере, его никто не видел. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Местные жители опасаются, что расширенный въезд признают незаконным и вернут, как прежде. Раньше в самом Кудрово уже расширили Ленинградскую улицу, по которой двигается основной поток, но не по всей протяженности. Учитывая нынешние изменения, теперь машины будут стоять в заторе, не на территории Петербурга, а ближе к дому. Но, нам кажется, мы все-таки знаем, кто это сделал. А если вы хотите подобрать квартиру в более спокойном районе, смотрите ее в каталоге на БНРУ. А теперь о серьезном. Дольщики компании «Норман» продолжают акцию протеста и голодовку. Ситуация разворачивается вокруг дольщиков ЖК «Триапельсина» и ЖК «Назаречный». 29.07. на месте проведения акции протеста дольщиков была проведена встреча, на которой присутствовали представители строительного комитета «Барановский» и «Ткаченко». Генеральный директор Смирнов снова не явился голодающим дольщиком, и на этот раз у него была более веская причина, чем отсутствие желания. Представители строительного комитета сообщили, что Смирнова взяли под стражу. А сегодня, 1 августа, ему назначили арест сроком на 2 месяца. Напомню, что в последнее его сдержание продлилось меньше 3 дней. Злосчастный договор о передаче объектов на достройку инвестора, из-за которого отчаявшие дольщики отважились на голодовку, так и не был подписан. Голодовку дольщики были вынуждены прекратить в связи с усилившимся беспокойством дольщиков за жизнь и здоровье отважившихся на протесты. Но акция до сих пор продолжается. Дольщики по-прежнему ждут решения по вопросу достройки их жилых комплексов. Единственное, чего пока добились протестующие, это включение их жилых комплексов в реестр проблемных объектов на сайте Дом.РФ. Но и тут есть некоторые неточности. Так, например, адрес и сроки сдачи объектов указаны неверно. Напомню, что 25 июля в 4 часа дня дольщики объявляли голодовку в знак протеста против того, что руководство компании отказалось подписывать договор с инвестором по достройке домов, которого нашел город. Дома должны были сдать еще в 2016 году. Дольщики настроены очень решительно, готовы идти на крайние меры, по словам самих участников акции. Бен.Ру будет следить за развитием событий. Надеемся, решение будет скорым и никто не пострадает. А в России этим временем упрощается процедура купли-продажи недвижимости. С 31 июля вступает в силу изменение в 218-й федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, который исключает норму об обязательном нотариальном удостоверении отдельных видов сделок с недвижимостью. Новый закон упрощает процедуру оформления сделок для участников долевой собственности. Так, теперь нотариальное удостоверение не требует при заключении сделки по отчуждению или ипотеке долей на недвижимое имущество, если сделка проводится одновременно со всеми собственниками. Договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения. Благодаря нововведению граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую с владельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто не к чему подтверждать законы сделки друг с другом. Отметил эксперт федеральной кадастры палаты Надежда Лещенко. И это хорошая новость. Так что теперь покупать квартиру на БНРУ станет еще проще. Центробанки считают неизбежным рост количества банкротств застройщиков. В настоящее время около трети реализуемых проектов имеют невысокий уровень кредитоспособности. Поэтому застройщики, ведущие эти проекты, скорее всего, будут испытывать проблемы при переходе на новую модель банковского финансирования с использованием эскроу-счетов. Об этом говорится в докладе Банка России «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства». «Танцуют все!» Важно, чтобы неизбежный в таком случае рост банкротств строительных организаций не привел к выбытию производственных мощностей, в том числе высокоэффективных, говорится в докладе. Процедура банкротства должна обеспечивать переход таких производственных мощностей к финансово-здоровым строительным компаниям. А на БНРУ размещаются только проверенные застройщики, которых модерирует наш независимый отдел аналитики. Обманутым дольщикам могут предложить квартиры в других домах. Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам вместо купленных ими недостроенных квартир готовое жилье в других домах. Об этом он рассказал РИА Новостям. По словам чиновника, пока такой механизм только формулируется, и для его использования требуется изменение законодательства. Также Виталий Мутко уточнил, что такая форма компенсации будет возможна в тех городах, где у фонда дольщиков будут для пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан свободной квартиры в других объектах. Вопрос, каким образом останутся свободные квартиры в домах, министр не уточнил. Let's me speak from my heart. Ну и по традиции, к нашим любимым, горячим, самым лучшим и интересным новостям в Девяткино. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 30 июля во Всеволожскую полицию обратился 52-летний мужчина, который рассказал о том, что днем ранее трое его недавних знакомых, позвонив в дверь, вошли к нему в квартиру в доме на новой улице в городе Мурино, где не церемонию со случайным приятелем применили к мужчине физическую силу и удалились, прихватив с собой хозяйский телевизор. Спасибо, что не ковер. Да, телевизор. Задавал стиль всей комнате. Да, это был ценный. Что задавал стиль? Телевизор. А это были новости БНРУ. Мы все еще ждем ваши вопросы в комментариях, чтобы уже начать на них отвечать. Подписывайтесь на наши социальные сети ВК, Инстаграм, Фейсбук. Лайк, колокольчик, подписончик. Все вот это вот. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok